Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 11 главу этой книги. Здесь говорится о победе царя Саула над аммонитянами. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И пришел Наас, на самом деле Нахаш, это переводится имя как змей. И пришел змей, Наас, аммонитянин, то есть человек с таким именем, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Ависа, Наасу, этому Нахашу, змию, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас, аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля». Он действительно такой как бы прообраз дьявола, который унижает всех тех, которые покоряются его власти, покоряются его воле. И для людей, жителей Иависа Галаадского, это, конечно, было потрясение, если они хотят как-то сосуществовать с этим змеем, Наасом, Нахашем, аммонитянином. Надо, чтобы он каждому выколол глаз, может быть, он хотел даже собственноручно это делать. Это был очень жестокий змей-правитель. «И сказали ему старейшины Иависа, дай нам сроку, семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. Если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». То есть в те времена все-таки еще можно было вести хоть какие-то переговоры даже с такими жестокими змеями. И им предоставляется как бы некая отсрочка. «И пришли послы в Гиву Саулову», то есть там, где жил Саул, царь, «И пересказали слова, сие вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакали». Все стали переживать. Последний раз, когда мы беседовали о Сауле, он был поставлен царем уже над всем народом. Но на самом деле он потом возвращается в Гиву и как бы возвращается к обычной своей крестьянской жизни. И здесь мы видим, «И вот пришел Саул позади валов с поля», то есть он пахал землю. «Что сделалось с народом? Что он плачет?» он спрашивает. «И пересказали ему слова жителей Ависа, и сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сие, и сильно воспламенился гнев его, и взял он пару валов, рассек их на части и послал во все пределы Израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила». На самом деле такое действие называется пророческое действие, когда наглядным образом царь Саул, который был некогда в пророках, он показывает, что произойдет с теми людьми, которые не послушаются его, не пойдут на войну с этим змеем, и что произойдет с их скотом. И эти куски этих валов развозятся по разным коленам. И что происходит потом? «И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек». Потому что они понимали, что этот нахаж змей, он не остановится на Иовисе Галацком, и если он их покорит, каждому выколет правый класс, и ребенку, и мужчине, и женщине, и старику, если не истребит их совершенно. И к тому же такие суровые слова произносит Саул, он действует уже как царь. Саул осмотрел их в Везеке, то есть он осмотрел собравшихся на битву, то есть какое было у них оружие, какая амуниция. Надо сказать, что оружия тогда не было особого. Собственно говоря, мечи имели только два человека, Саул и его сын Инофан. А остальные собирались с кольями, с топорами, то есть это больше походило на народное ополчение. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудина их 30 тысяч. Здесь мы видим, что колено Иудина, царское колено, оно выделяется отдельно, потому что из него должен прийти царь Давид, из него же по плоти придет и Христос Спаситель. «И сказали пришедшим послам, так скажите жителям Иовиса Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». То есть когда солнце взойдет и обогреет уже землю, тогда придет помощь. Наше солнце – это Христос, который явился в этот мир своими благодеяниями, дарами благодатными. Он согрел эту землю, таинство церкви – это великая помощь для нас от Христа Спасителя. И когда мы приобщаемся к этим таинствам, мы ощущаем вот эту теплоту. И напротив отцы говорили, если кто-то ощущает хлад, это, скорее всего, действие дьявола. Но в таинствах мы именно ощущаем теплоту, радость. «И пришли послы и объявили жителями Иовиса, и они обрадовались». То есть какая-то надежда появилась для них. «И сказали жителям Иовиса, Наасу, этому змию, «Завтра выйдем к вам и поступайте с нами, как вам угодно». То есть на самом деле это военная хитрость. И здесь создается прецедент, что врагу не надо говорить все, что может произойти. Что-то от него можно и утаивать. В следующий день Саул разделил народ на три отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи, то есть когда обменяются стражи, «И поразили аммонитян, они тремя отрядами с разных сторон напали, сумятица началась, они поразили аммонитян до дневного зноя». То есть рано утром началось, и утром до дневного зноя, то есть до 12 часов дня, все закончилось. «Оставшиеся рассеялись, то есть разбежались, так что не осталось из них двоих вместе». То есть они так шарахались друг от друга и от евреев разбегаясь. Тогда сказал народ Самуилу, то есть пророку, «Кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, мы умертвим их». Все теперь убедились, что да, если он помазанник, Саул через него благодать действует. Он совершил великий подвиг, и люди пришли в ярость, вспомнив, что некоторые говорили, «Царю ли Саулу царствовать над нами?» Да, из этих людей мы умертвим их, но Саул сказал, в сей день никого не должно умертвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле, то есть День Победы – это праздничный день. Это не только победа оружия, это религиозный праздник. И мы знаем, что когда была Куликовская битва, и князь Дмитрий Долской был оглушен ударом татарской палицы, и после битвы его искали, и когда его нашли, там вылили много воды на него, чтобы он пришел в себя, первое, что он спросил, «Кто победил?» Ему ответили, «Русь победила!» И тогда он осеняет себя крестным знамением и говорит, «В сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся, вот». То есть вспоминает пасхальные слова. И действительно, иногда освобождение от врага – это как бы пасхальное такое состояние, торжества. И весь народ здесь пришел в движение. Но Саул сказал, «В сей день никого не должно умиршлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». То есть настоящая победа, она от Господа. Он дарует победу рабам своим, как наши предки говорили, не в силе Бог, а в правде. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом. Уже третий раз как бы его провозглашают царем. Сначала Самуил, потом народ, а тут опять народ уже после этой победы. Поставили его царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирную жертву пред Господом. И весьма веселился там Саул и все израильтяне. Это была высота в правлении Саула. Потом уже будет трагический спад, всякие ошибки, которые будет допускать. Но была эта победа великая над этим змием, нахашем, который одержали, и люди остались целыми, с двумя глазами, и правый глаз никто не выколол у них. Посмотрим, что пишет Беда Достопочтенный, этого комментария на Первую книгу царства. Некоторые из верных в церкви нередко соглашались в том, чтобы с искренней любовью следовать за избранными и покорно служить им, как учителям своим, о которых полагали, что те мудры, как змеи, в их чистых размышлениях над Писанием. Но эти хранители мира в церкви не ведали, что учители их вовсе не столь просты, как голуби. Да, Христос сказал, будьте мудры, как змеи, но добавил, и просты, как голуби. Иногда змеи на этой мудрости обнаруживаются в человеке, а простоты голубиной не хватает. Беда продолжает. Но поскольку все тайное становится явным, таковые сеющие заблуждения, делающие идолов, вскоре обнаруживали непросвещенность глаз их сердца. О них отнюдь нельзя сказать «глаза твои голубиные», как в песне «Песней» говорится о церкви невесте. Глаза твои голубиные. Напротив, они стремятся отвести глаза своих слушателей, то есть помешать восприятию имя небесного и возвышенному созерцанию имя божественного. Зато они уводят их к усмотрению лишь злого, извращенного, начал для того, чтобы лишить их силы в войне, которую мы ежедневно ведем против духов злобы поднебесной. И вот здесь Беда приводит пример. По этой причине и нас, аммонитянин, этот змей, хотел лишить жителей Иовиса Галаадского их правого глаза с тем, чтобы они были неспособны видеть что-либо из того, что им необходимо для защиты от врага, когда левая часть их лица во время битвы будет закрыта щитом. Действительно, человек закрывается щитом левой рукой, и левый глаз, он как бы естественно защищается щитом, а если правого нету, ему очень трудно будет бороться, он все время будет щит открывать, и открывать единственный глаз, и тут опасность, что он вообще окажется в полном мраке. Как святые отцы объясняли, почему у человека два глаза? Они говорили, потому что есть два завета божьих, ветхие заветы, новый, и кривым называли того, который один из заветов не признает, как иудеи не признают новый завет. Это какая-то кривость, восприятие духовных истин, а если кто-то из христиан не признает ветхий завет, это тоже кривость, ибо сказано, все писание полезно для научения, для наставления. Также Пета Достопочтенный пишет в этой же своей книге комментариев на первую царей, более мудрые из братьев проявили осторожность по отношению к еретикам и распознали в них древнего дракона или змия, говорившего в них, который есть дьявол или сатана, как о нем говорится в различных писаниях апостола Павла и подобным же образом высказывался Христос. Они говорили, не заставляйте нас поверить вашему новому учению до тех пор, пока мы не изучим писание отцов и не получим наставления в семи духовных дарах от Святого Духа, который дан был церкви, как ее светоч. Очень интересная мысль, Бета Достопочтенный настаивает, что мы противостоим еретикам не только рассуждениям над Писанием, но действием церковных таинств, потому что человек по-настоящему познает истину библейского слова, в том числе и через таинство, как протопресвитер Николай Афанасьев в своей книге «Церковь Духа Святаго» пишет, если я чему-то научился в жизни, то только от чаши святого причастия. Бета продолжает. «И если ничего не найдется в них в защиту нашей веры, мы выйдем к вам и отбросим внутреннее кафолическое единство и примкнем к вам, вышедшим из него, и сами будем нападать на него». То есть здесь сравнение идет с теми жителями вот этого города, которые готовы были и к змею выйти, к змею. Пусть он выколет каждому правый глаз и стать противниками народа Божия. Это было их легкомысленное решение. Тогда только мы будем покорны слушать вас в этом деле, даже если оно против самих нас. И смотрите, что пишет Иоанн Богослов, Первое послание, 2,19. Это цитирует «Беды достопочтенные» о еретиках. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Беда продолжает. Они говорили это как бы то ни было не в знак того, что они когда-либо придут к какому-либо соглашению с отступниками, с этим змеем, но единственный знак того, что они были в высшей степени уверены в правильности веры отцов и были полностью готовы одолеть еретиков. Как вот жители этого и Ависа Голландского, да, они вели какие-то переговоры с этим змеем Нахашем Аманитянином, но они все-таки имели в виду, что придет на помощь церковь странствующая, воинствующая, земная, ветхозаветная церковь и поможет им одолеть врагов. И победа была обеспечена, и Господь использует и Саула, этого немощного человека, облеченного благодатью помазания, и самих этих жителей в их этих метаниях, страхах, чтобы преподать нам некие уроки назидательные и полезные для нашего духовного роста. уроки и следует... Продолжение следует...